Каспийское сотрудничество, текущие проекты и новые горизонты взаимодействия. Эта тема собрала представители Азербайджана, Казахстана и России. В преддверии встречи специальные рабочие группы по вопросам Каспия. На предстоящей встрече будут обсуждаться разработка проекта, соглашение об экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами и рассматриваться выдвинутая президентом Туркменистана инициатива о создании действующего на постоянной основе Каспийского экономического форума, а также проект соглашения о сотрудничестве в области транспорта на Каспии. Достигнуть и подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – это, конечно, очень трудно реализуемая задача в условиях того, что какого-то прорыва именно по решению территориальных вопросов мы не видим. Поэтому на первый план, как в Каспийском диалоге это в последние годы успешно реализуется, выходят вопросы решения насущных каких-то проблем, в том числе вопросов безопасности, вопросов экономики. Нефть и газ Каспий должны стать источником инновационного будущего, читает директор Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев. По его мнению, вложение доходов от продажи нефти и газа в другие отрасли экономики в первую очередь в технические инновации является реальной перспективой. По словам эксперта, Каспий рассматривается прежде всего как источник углеводородов, но для стран прикаспийского региона совершенно очевидно понимание того, что делать ставку только на углеводороды, как единственную отрасль развития, бессмысленно. Комментируя предстоящее в марте в Баку очередное заседание, Михеев сказал, что ожидания в связи с данной встречей самые оптимистические. Хотя она и носит промежуточный характер. Это один из этапов подготовки решений к следующему саммиту в Астане. Глубину и возможные масштабы сотрудничества необходимо рассматривать, исходя из экономических и национальных интересов каждой из стран, вытекающих из разных геополитических интересов, учитывая глобальные изменения, происходящие в мире, отметила азербайджанская сторона. Каждая страна четко понимает свои национальные, свои экономические интересы. И в угоду каким-то третьим странам она, конечно, не будет идти на поваду. Это надо запомнить. И исходя из этого, Азербайджан выстраивает свою самостоятельную политику. И если какие-то энергетические союзы создаются в Европе или в Азии, неважно, если это соответствует национальным интересам Азербайджана, экономическим интересам Азербайджана, Азербайджан будет вступать в эти союзы. Будет это в пространство СНГ или в пространство Европейского союза. Представитель из Астаны призвал в сторону консолидироваться и направить действия на решение проблемы правового статуса Каспийского моря. Конечно, каждому государству и в целом не удастся соблюсти всех национальных интересов. Это невозможно. Почему? Потому что сегодня ситуация такова, что слишком противоположное мнение у государств. Конечно, есть определенные наши точки соприкосновения, но есть, конечно, и свои интересы. В данном отношении я бы призвал государство все-таки искать общий знаменатель. Благодаря общему знаменателю только мы сможем выйти на качество нового уровня. Экономическое сотрудничество позволит решать и политические вопросы, отмечалось на мероприятии. Участники телемоста обсудили и возможные риски с учетом геополитического расположения стран. Реальные угрозы и одним из главных вызовов региональной безопасности эксперты назвали ситуацию, связанную с ИГИЛ, которая в последнее время активно развивается. Все участники видеоконференции сошлись во мнении, что если вопросы безопасности будут обеспечены совместными усилиями, то и экономическое сотрудничество будет развиваться. Диана Исаева, Сеймур Гулиев, Сибиси.